Наш эксперимент по снижению лишнего веса продолжается. Сегодня мы встречаемся с Максимом Некрюковым. Привет, Максим, рад тебя снова видеть. Прошел месяц, по-моему, по своей нашей встрече. Чуть-чуть, недели три, наверное. Я помню, что как-то ты мучился тем, что остановился весом, все и дальше идет что-то сдвинуть. Да, я даже не знаю, можно ли назвать это победой, потому что там первые три недели они сразу дали вот этот скачок. Даже были две недели, две, три, я сейчас уже точно не помню. Скачок был сразу на 5 килограммов. То есть я с 85 дошел до 80 килограммов. И потом начался поезд за один этот килограмм с 80 до 79. Но он очень долго длился. Ты не сдавался? Я не сдавался, я до сих пор пока не сдавился. Потом вот мы с тобой встретились, то есть я пообещал, что все-таки я сделаю еще скачок. Но сейчас он вообще, ну никак он не идет. То есть если у меня был плавающий какой-то вес между 80 и 79 килограммами, то сейчас между 79 и 78 килограммами. Ага, то есть все равно перемещается. То есть да, и вот эта вот, вот эта ступенька, она такая. Я как обещал, я увеличил нагрузки. Максим, давай немножко отмотаем пленку назад. Скажи, пожалуйста, раньше ты пытался похудеть сам? Ну и какие были результаты? В общем, был такой момент, когда я ходил в спортзал. Это где-то 2008, по-моему, год. Я активно ходил, около полугода в спортзал. Там такой момент. Значит, я приходил в спортзал и до спортзала, и после спортзала взвешивался. И за время спортзала, то есть там уходило около 3-4 килограммов. Потом, значит, я, ну, в течение дня там что-то ел, там пил воду или еще что-то, если утреннее занятие, например, было. То эти там 3 килограмма, они набирались к следующему занятию совершенно спокойно. Максим, вот обращение к специалисту, оно что для тебя? Может быть, это защищенность, уверенность, может быть, это гарантия результата. Ну или, может быть, что-нибудь еще. По большому счету, это вот сейчас идет для меня хороший такой эксперимент. Я в него все больше и больше в нем убежден. И верю в него, то есть позитивность, воздействие самого места. Я так понимаю, если бы ты не верил, ты бросил бы эту борьбу за килограмм. Да, и мне хочется вот как-то вот сейчас, чтобы каждый, пускай даже этот килограммчик, чтобы он как-то закреплялся там. Вместе со сброшенными килограммами, может быть, измелилось что-то внутри тебя, может быть, что-то в жизни поменялось. Я уже не помню того момента, там, отдышки или еще что-то. То есть я сейчас занимаюсь, я в первые разы, когда завязал на этот турник, я не мог подтянуться даже ни разу. И, в общем, там как-то я себе помогал, там лесенка же есть, то есть, скажу я. А сейчас уже как-то это все проще, то есть я там раза три-четыре уверенно могу потянуться. Может, для кого-то это покажется очень мало, если скажут, господи боже мой. Но, учитывая тот перерыв, который был, и те набранные килограммы, они реально очень сильно оттянули от той формы, которая вообще была, в принципе. Потому что даже когда я пошел в спортзал, я уже чувствовал избыточность веса даже на 70-75 килограммов. То есть когда мы с Гужагиным разговаривали, мы поставили планку 12 килограммов. То есть это что-то среднее между 70 и 75 килограммами, которые у меня были вот в то время, когда я начал ходить в спортзал. Максим, давай так мы договоримся, что все-таки мы сделаем с тобой еще одну встречу, надо будет... Мне хочется, чтобы к этой встрече, чтобы мы уже такой результат сделали, хотя бы чтобы... Да, какой был у нас запланирован при первой встрече. Спасибо. Спасибо.